Дар Духа Святого и Плод. Что делать? Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Когда мы говорим о дарах Духа Святого и Плодах, это всегда сразу тянет что-то делать. Чтобы жить в сверхъестественной жизни с Духом Святым, нужно четко принимать и понимать разницу между дарами и плодами. Это не устрашение. Просто знать, чтобы правильно пользоваться. Это все просто. Дар Духа Святого – это просто. В Духе Святом все просто. Например, у нас есть велосипед и мотоцикл. На велосипеде нужно крутить педали, а на мотоцикле переключать скорости. Правильно? Это не устрашение. Просто знать, чтобы правильно пользоваться. Друзья, задавайте вопрос Богу. В чем разница между даром и плодом Его? Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. А мы идем дальше и поговорим, что делать, если хотим расти в дарах и плодах Духа Святого. Плоды Духа Святого – это плод пребывания Его в нас, то есть Он в нас присутствует и изменяет изнутри, дает нам свои мысли, желания, побуждает к действию. Но мы всегда ждем Его голоса. Есть некоторые ошибки, которые допускаются в этом. Но, конечно, не у вас, у других. Поговорим немного о них. Ошибка первая. Ждем, сидим и ждем, когда дар Духа Святого в нас возрастет. И думаем, тогда начнем служить. Правильно. Дар Духа Святого применять нужно сразу. Нужно сразу начинать служить в церкви. Именно дар откроется, именной дар откроется со временем, но служить сразу. Ошибка вторая. Сразу применять плоды Духа Святого. Правильно. Плод Духа Святого нужно подождать во времени. Нужно научиться лучше слушать Духа Святого, который и поведет в применении и развитии своего плода. Когда мы читаем о дарах Духа Святого, откроем послание к Римлям, 12 главу, стихи 6 по 9. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Это послание к Римлям, 12 глава, стихи 6 по 9. Какой у меня дар? Нам сразу хочется что-то делать, правда? Но не знаем, что именно. Какой дар у меня именно? Ошибка заключается в том, что иногда кто-либо, не мы с вами, ждем, когда в нас вырастет пророк, учитель, раздаватель. Ждем, когда нас Бог сделает богатым, а потом будем служить, раздавать. Бывает? Ждем, когда нас Бог сделает пророком, а потом будем служить, пророчествовать. Бывает? Ждем, когда нас Бог сделает начальником, а потом будем служить, начальствовать. Бывает? Друг мой, хочешь быть раздавателем? Начни с малого. Будь даятелем с того, что имеешь. И когда Бог увидит тебя верным, даст большее. Хочешь быть пророком? Начни с малого. Ходи на молитвенное служение, молись, слушай, что Бог говорит, и передавай братьям и сестрам. И когда Бог увидит тебя верным, даст большее. Хочешь быть начальником? Начни с малого. Служи в церкви. Научи сначала сам быть в подчинении. И когда Бог увидит тебя верным, даст большее. Но когда ждем, сидим, и ждем, когда дар Духа Святого в нас возрастет, и думаем, тогда начнем служить. Не жди, пока возрастет пророк. Дар Духа Святого применять нужно сразу. Нужно сразу начинать служить в церкви. Именной дар откроется со временем, но служить сразу. Помолись, поступи так, какое желание у тебя появилось после молитвы. Какое первое желание для церкви, так и поступи. Не жди. Не жди, пока возрастет в тебе пророк. Думаешь, будет кто-то смеяться? Не проблема. Пусть смеются. Главное, что ты поступил так, как Дух Святой тебе сказал. А где тебе набираться опыта, чтобы передавать Слово Божье, как не в церкви? Друг мой, пойди попробуй пророчествовать на рынке. Вот там с тебя будут смеяться. А в церкви не бойся. Если что-то тебя сестры и братья поправят, пусть с улыбкой. Не бойся. Сказать хулу на Духа Святого боятся в первую очередь в церкви, в Доме Божьем. В принятии и развитии даров Духа Святого нужно сразу служить и служить в стенах церкви. Почему? Потому что Дух Святой в первую очередь говорит церкви. Сразу применять плоды Духа Святого. Плод же Духа Святого нужно подождать во времени. Нужно научиться лучше слушать Духа Святого, который поведет в возрастании своего плода. Откроем послание Галатам 5 глава, стих 18. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Галатам 5 глава, стих 18. Друзья, Дух Святой нас ведет. Будет приводить вас в те места, где можно проявить любовь, принести мир, быть долготерпеливым и так далее. Плоды Духа Святого, они появляются от присутствия Духа Святого в нас. Так, чтобы сразу любить, иметь радость, нести и иметь мир для этого, нужно время. Это все видно по жизни. Нет такого человека, чтобы сразу он стал таким, как написано. Откроем послание Галатам 5 глава, стих 22-23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Это послание Галатам 5 глава, стих 22-23. Плод Духа Святого заполнит всю нашу жизнь. Да, Дух Святой имеет все, к чему Он нас ведет, учит. Но плоды, то есть изменение нашего ума, души, Духом Святым нужно время. Во-первых, это, конечно, плод Духа, но делает человек. То есть человек делает дела под ведением Духа Святого. То есть Дух Святой делает дела через человека. И мы не можем сразу применять все плоды Духа Господнего. То есть если мы Духом водимся. Но и Павел не написал бы это послание, если бы не было проблемы в слушании, послушании Духу Святому. Когда мы шаг за шагом делаем все больше и больше, чаще и чаще и чаще под ведением Духа Святого, то Его плоды в нас возрастают, и Его плоды наполняют нас все больше и больше. Меняются наши мысли, слова, дела и привычки. И придет время, когда дела плоти будут умерщвлены, а плод Духа Святого заполнит нас и всю нашу жизнь. Дар Духа Святого и плод, что делать? И дар Духа Святого и плод, что делать и как нам поступить? Дар Духа Святого. Идем сразу в церковь, служить и развиваем служение. Плод Духа Святого взращиваем, умерщвляя плоть греховную, а поступаем, как нам говорит Дух Святой во времени. Братья, сестры, задавайте вопрос Богу. Что вам сделать сегодня дома, в вашей семье? Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Мы путешествуем по Библии в познании Духа Святого. Приглашаем вас присоединиться к нам. Подписывайтесь к нам. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...